Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр. И в этом видео я хочу показать вам одно простое. Это мое авторское, всего лишь на трех аккордах упражнений и на трех струнах. Один палка, три струна. Упражнение направлено на грамотное расставление акцентов во время исполнения тех композиций, в которых не обойтись без акцентированных нот. Одной из причин, почему я записываю данное видео, является та, что мы с моим студентом, Данил, привет, разбираем, учим сейчас песню Владимира Преснякова, которая называется «Странник». И в этой композиции мелодическая линия на гитаре подчеркивается акцентированными нотами. Давайте для того, чтобы не быть голословными, я вам сейчас отрывочек из этой композиции наиграю, а потом покажу упражнение. Разумеется, табулатуру и ноты я прикреплю под этим видео. По ссылке в описании вы сможете перейти, скачать все это и уже дома самостоятельно репетировать. Итак, давайте я наиграю вам отрывочек из этой композиции, и я думаю, что вы сейчас сразу же уже услышите, где тут акцентированные ноты, которые подчеркивают мелодическую линию. Слышите, да, вот они, эти акценты. Теперь относительно упражнения. Оно состоит всего из трех аккордов. Ля минор, ре минор и ми мажор. Обыгрывается на трех струнах, как мы отмечали выше, и всему тремя пальцами. Безымянным, средним и указательным. Именно в такой последовательности у вас идет чередование АМИ, 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 АМИ. Однако мы играем его не триолями, а на четырех восьмушках, то есть двухдольный размер у нас получается. И послушайте, как это упражнение у нас звучит. И это упражнение можно замкнуть по кругу. В чем здесь соль? Каждый раз, когда мы обыгрываем аккорд, у нас будет на каждый аккорд по три такта, мы смещаем акцент вначале с безымянного пальца на средний, потом со среднего на указательный. И таким образом движемся по кругу, меняя просто в левой руке аккорды. Значит, вот смотрите, вначале мы акцентируем первую струну, потом вторую, потом третью. То есть палец А, потом М, потом И. А, М, И. Первая, вторая, третья. Я думаю, что если вы позанимаетесь, потихонечку поднимите темп и научитесь грамотно, четко выделять определенные ноты и струны в нужный момент, то вам не составит никакого труда исполнять любые композиции, где присутствуют акцентированные ноты. И в особенности, если мелодическая линия именно строится на акцентированных нотах. Спасибо, что досмотрели это видео. Если оно вам показалось полезным, обязательно ставьте лайк. Делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. И если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь прямо сейчас. А мы с вами увидимся в следующих видеороликах. Пока-пока.